Доброе утро, мои любимые и дорогие! Я помыла голову так хорошо, потому что в сутки мы не могли мыться, у нас в душе силикон вложили, нужно было, чтобы он остыл, застыл, засох, чтобы не протекала вода. Я уже позавтракала, естественно, и так мне захотелось мороженого, и первый раз в своей жизни выпила кофе. Я вот это взяла, дома-то у меня есть, понятно, потому что гости приходят, но я сама не пила. Я, правда, взяла, ну, даже меньше, чем, ой, самая маленькая ложечка, и то меньше. Налила кучу молока, сахара, так вкусненько, но самое любимое такое, ну, пробивает иногда мороженое. Я вот это люблю, это я сегодня его доела уже все. Я беру еще орешки, да, и вот так вложу мороженое орешки, вложу мороженое орешки, потому что сами я их так, ну, не очень, я знаю, что они полезны, но с шоколадом они просто божественные. Может, вам слышно, у нас за окном пиляют что-то опять. У нас район, как бы, не новый, это самый старый район Анталии, но из-за того, что уже всюду все построили, и на Аларе, и на Кони-Алты, сейчас строят у нас все новые дома. Погода какая сейчас, это я в теплом халате, да, представляете, потому что тут стены такие, что очень быстро холодеет все, да, охлаждается. На улице сейчас выйти, вы будете в летнем платье ходить, а здесь в халате теплом и носочках. Еще раз всем привет, сейчас иду в Салы Коджае, это поликлиника. Я уже месяц собираюсь сдать кровь, проверить сахар, и никак не дойду. А уже завтра решила, там, по-моему, понедельник, среда, пятница сдают кровь, но сегодня вторник, и я вот думаю, что надо, может, направление взять какое-то. Я, честно говоря, забыла. Иду, спрошу. У меня еще, как бы, бесплатная страховка по рабочей визе. Ничего не вижу. Но, Салы Коджае, если есть у вас турмавиза, вы можете бесплатно идти и так. Там не надо, там без разницы, какая страховка. Да, если у вас была рабочая виза, то еще после окончания ее три месяца вы можете бесплатно обследоваться в государственных больницах. А я все жду. Знаете, все, я не люблю вот больницы. Я понимаю, что просто для контроля можно пойти, пока бесплатно. Юля, сходи. Но я как подумаю, вот эти очереди. Вот эти врачи. Мне так не хочется. Но соберусь. Надо. Наверное, вот после среды соберусь уже. Вот я себе еще помнила, где этот Салы Коджа. Понимаете, как я сейчас нахожу в поликлинику? Оказывается, ее перенесли в другое место. Дедушка... Я прям дошла даже к ней. Ну, там 2 метра от моего дома. А дедушка говорит, нет-нет, здесь ремонт. Ее перенесли где-то туда. Вот я сейчас иду куда-то туда. Он говорит, я так не объясню. Ты пройди улицу и спроси, там тебе все скажут. В каждом райончике есть такая маленькая поликлиника, где вы можете бесплатно сдать себе анализы, когда хотите идти. А потом уже, если, не дай Боже, что-то плохое, тогда уже можно идти в больницу. Вот этот новый дом строят. И вот видите, маленькие какие домики всюду были. А сейчас полностью район весь меняется. Еще один новый домик. Из-за того, что поликлинику только недавно перенесли, почти никто не знает, где она. И я сейчас зашла в педе здесь. И ребята текут столько, много, но думаю, ну не может 4 человека столько заказать. Они говорят, что мальчик идет в армию, и вот когда гости приходят, да, то всем это будут раздавать. Я нашла Айли Салы Меркози, но вот она стрелочка показывает на магазин. Очень интересно. У них табличек нет, они стрелочки не в ту сторону, правда, показывают. Ну вот такое маленькое здание. Вообще малюсенькое. Сейчас каждый день принимают вопрос с 8.30 до 9.45. До 9.30 он сказал, но он должен выписать направление, поэтому жду. Видите, малюсенькое вообще здание. Вот выписали мне столько, не знаю, что это такое, столько крови с меня завтра возьмут. Ну, вернее, анализов. Ну, все, выписал. Говорит, а что я тебя не видела? Ну, второй какой-то врач. Оказывается, у нас два врача даже есть. Я говорю, ну, я полгода назад к вам пришла, только потому что он видит, что я записана, зарегистрирована на их поликлинику. Я говорю, ну, я была, один раз сдала кровь и все. Ну, что я здесь забыла? А он говорит, ясно. Попить можно. Я в тот раз даже и воду не пила. Знаете, мне тяжело, если я в 5 встаю до 8.30 и ничего не попить. Ну, когда я в церковь иду, это еще нормально. Ну, то есть, нормально. Тяжело, но как-то сейчас, притом, не так жарко. А вот когда кровь сдаешь, что-то ненормально, когда я не попью воды. Ну, и ничего не кушать, конечно, после 10. Я же забыла все-то, я решила спросить, а то зря буду идти. А врач еще раз в 8 сказал, чтобы я алкоголь не пила после 10 вечера. Я говорю, хорошо, я вообще и так не пью. Он опять, не вздумай алкоголь пить. Я говорю, вы знаете, вот не пила, а вот решу сегодня в 10 напиться. Вот специально перед тем, как прийти к вам сдать кровь. Сынулька уже довольный. Сегодня опять едет на концерт. Ну, вот два дня он не работает, все уже. Расстроился. Я говорю, ну, ты вообще... Мама опять в тот же отель. Он с разными просто группами в одном отеле работает. Я говорю, какая разница, зарплату платят, кормят, очень хорошо. Он говорит, рыба, какая хочешь. Мама, красная, запеченная, красная, сырая. Он когда мне поназывал, что там, я говорю, ты вообще наглела или что? Ты что маму вот дразнишь? Я же не могу себе столько дома наготовить вот такой рыбы. А он говорит, я просто, ну, лопая. Ну, говорит, а в других отелях ребята рассказывают, что их не кормят. Ну, кормят персоналки, знаете, персоналки, я уже... Зачем мне, понимаешь, у тебя бумажка на анализы. Кормят, ну, персоналки это не еда. Это так, перекус, и тот такой слабенький. Он уже сегодня поедет довольный. Всем доброе утро. Я могу сдавать анализы, так как 8.30 утра, у нас прохладно. У меня длинные платья, но оно трикотажное, оно не очень летнее. Это я покупала еще в Китае, в Гэппе, очень классное. То есть, четвертый год, мои любимые платья. Вот, если прохладно уже, курточка, джинсовка белая. Купила на Чаршанге Пазарь. И кроссовки Декатлон. Вот. Вообще еще в босоножках хожу днем, но я думаю, что утром не будет холодно. Все, и белая сумочка маленькая. Пошла, ну, давайте анализы. Взяла вот эту сумку. Не с золотым, потому что он как бы серебристые пуколочки. Я уже тогда серебристым взяла. Часики тоже серебристые или браслет Саровский. Еще раз привет. Холодно. 31 октября. Днем-то, да, я могу даже без этой курточки ходить. Ну, а вот с утречка я бы, наверное, теплую кофточку одела бы. Уже что-то строят, как всегда. У нас всюду строят. Вот, смотрите, еще один новый домик. Видите? На каждом шагу, где только можно, строят, строят. Все, пять минут. Я сдала кровь. Буквально подождала два человека. Очень классно, что такие поликлиники рядышком. Ну, то есть пять минут ходьбы. Сестра, пока брала кровь, все расспросила меня. Видимо, чтобы не нервничала, я не знаю. Чуть ли не всю биографию. Четыре анализа. Говорит, мы с тобой всю кровь возьмем. Это точно. Вот и все. Завтра после обеда уже будет готов анализ. Пойду к врачу, спрошу, что там. Там идет целая распечатка. Ну, я вам покажу, если интересно. Я замерзла на улице, сейчас буду пить чай. Вот, это зимний чай. Раньше был другой пакетик. Мне вот дарили. Ой, очень-очень классно. Этот чуть-чуть похуже. И я, знаете, посмотрела сейчас почему. Вот, потому что, да, здесь тоже вот зенчифиль есть имбирь. Адачи – это шалфей. Торчин – корица. Но вот больше всего сверху, да, эльма-куруссо 35%. Ну, это сухие яблочки. Потом портокал-кабу-куруссо. Это апельсиновые корочки 20%. Ну, то есть, вы понимаете, да, для согрева они мало что дадут. Хибискус 10 и шиповник еще есть. А вот как раз зенчифиль – имбирь, который согревающий, там только 5%. Ну, вкусненький. Вот. Вообще, все зимние чаи, вот, можете брать в Турцию. Они мне очень нравятся такие прям. Вкусные-вкусные. Все, что могут. Кто и может. Видите, уже набирают. Но я еще все равно закрою крышечкой, чтобы он постоял. А пока сделаю смит. Разогреве купила только что. Пока мама спит, я решила позавтракать. Взяла смит. Ну, по дороге половину съела. Хотя у меня дома к пика 3 минуты. Чай заварился уже такой тепленький. И с медом. С сотами буду кушать. Ой, я вообще, конечно, люблю смиты. А малый хлеб, только горячий, да. Ну, он такой именно турецкий. Вот по лире. Он очень вкусный. Я сейчас спросила. Они говорят, только через полчаса будет. Но они шесть раз в день его пекут. Я говорю, ладно. Тогда я сейчас смит возьму, покушаю. Взяла с маслом и с сыром. И запекла в микроволновке. Ну, смит и так вкусный, когда он свежий. Ну, я же решила так, чтобы, понимаешь, мне очень вкусно было. Кто живет в Турции. Вот Тазека Шарпейнире. Это вчера сынулька взял в биме. Потому что мы все время брали айсбир. Ну, вы знаете, этот помягче даже. Мне он вкуснее. Вот я сейчас распробую, мне вкуснее. И он, по-моему, даже дешевле. Ну, и масло Сюташ Эрья. Вот это. То есть, пока что со смитом это самое лучшее, что можно подобрать. Но вы напишите в комментариях. Может, вы знаете, какие получше, да. Потому что, ну, как ни крутит Эрья, срок годности полгода. Ну, вы понимаете, да. Хотя, если вы забудете положить в холодильник, то оно очень быстро желтеет. То есть, в принципе, в этом еще как-то дуал лезет, да. То есть, натуральный вкус и 82% жирности. Я маргарин не кушаю, нет. Я лучше вообще не буду тогда кушать, чем вот кушать вот это, что делает маргарин, давиться. Если уже кушать, надо получать удовольствие. Или никак. Я не говорю, что надо кока-колу пить, чипсы кушать. Я это не кушаю. Ну, если малый купит чипсы, то да. Я вот не хочу, но я беру. Я говорю, ну, зачем ты эту гадость? Мама, а что ты кушаешь? Это гадость. Я говорю, потому что ты купил. Ну, это редко. Он даже сейчас маленький был. У него прям мальчика была, да. Мама, чипсы. Ну, это раз в неделю на выходном, когда мы выезжали с отеля. Ну, да. Так уж и быть. Притом, были там такие вкусные чипсы с сыром и с кунжутом. Боже! Я их не повторяли. То есть, я не видела, чтобы их повторяли. Может, не знаю. Может, дорого их делать, поэтому отказались. Но они очень вкусные были. Даже я их лопала. Так что и кока-кола, понятно. Вот эти фанта, спрайт. Меня даже не тянет. Ну, может, знаете, почему? Если 14 сезонов ты работаешь в отеле, и тебе вот это бесплатно может пойти в любой момент взять в баре, да. Или тоже юпи, вот этот сок типа, то тебе как-то вообще не хочется. Первый год, когда я в анимацию приезжаю, люди, я сама по себе знаю, я набрала 5 килограмм за один сезон. Потому что мы кушали, ну, как каждый вечер ресторан, да. И все вкусно, и кальмары, и то, и все. Ну, то есть, там просто 5 килограмм за один сезон. А потом я резко, я не худела. Ну, зимой ты ж так не кушаешь. Нормально сел поел, знаешь. Ну, никак вот сюда чтоб подходила. Все, а уже на второй сезон, когда едешь на контракт, тебе вообще по барабану. Ты можешь зайти, взять одну рыбку, помидорки и все. То есть, вот так. Потому что ты знаешь, оно всегда есть, оно всегда будет. Поэтому, может, нет такого азарта еды. Да, конечно, кушать хочется, я люблю, я вкусно всегда покушать. Ну, как-то, знаешь, чтобы был прикол какой-то объедаться. Я знаю, многие люди любят именно, да, вот объедаться, кушать постоянно. Ну, это, как еще по психологии, это от нехватка любви. Как ни крути, понимаете, как-то нужно заедать вот это. Мужчины у нас обычно запивают, да, от нехватка любви. А женщины заедают, к сожалению. Поэтому контролировать, просто сидеть на диетах, мне кажется, это не поможет. Это еще больше усилит психоз по этому поводу, понимаете. Но все могут сорваться. Просто, мне кажется, поменять отношения друг к другу. Как-то, если это возможно. А если там просто кошмар, и вы держитесь за счет того, что дети, дети вырастут, тогда это лучше, мне кажется, и не надо. У меня всю жизнь мама с папой. Мама, все, я хочу, я уйду в лес, буду сама жить. Ну, ничего хорошего, ничего хорошего ради детей. Ну, мы же уезжаем из двух, правильно? У меня мама уже два года не видела. Ну, правда, я ее приглашаю сюда. Я говорю, давай, Юля никуда не поедет. Я говорю, ну почему? Я никуда, я сказала, никуда не поедет. Ну, все, я говорю, ладно. То есть, я видела вот этот типаж семьи. Ничего хорошего. То есть, или делайте отношения получше, как-то меняйтесь, да. Ради любви все могут поменяться. Или же просто расходить. Такой психолог. Чуть начинала вообще с завтрака, закончила лекцией про семейные отношения. Хорошая семья. Хорошая семья. Всё ощущение и находится алко 조торой, да. Основые院. Зедаковкой поднятия. То есть, резь removing. Хорошая. Колпый дом, плёл.